Всем привет! Друзья, сейчас, на данный момент, мы отдыхаем с мужем в Турции, поэтому следующие несколько выпусков будет именно об этой стране. Не волнуйтесь, о Швеции материалы еще будут предостаточно. Но, я думаю, будет интересно вам именно узнать, что сейчас происходит в Турции, тем более, очень много новостей о пожарах, и мы вам расскажем, покажем, действительно ли так страшно в том месте, где находимся именно мы. А сегодня мы с вами поехали на экскурсию в древний город, который называется Сиде, и посмотрим, что же заключается в этой экскурсии. Погнали! Для начала я вам расскажу о нашей экскурсии. Эту экскурсию мы взяли у нашего гида, и стоила она 29 евро на человека. Эта экскурсия на целый день и включает в себя много этапов, и главное, она включает, конечно же, в себя еще и обед. То есть, мы сегодня с вами посмотрим древний город Сиде, а также мы посмотрим водопады, которые находятся в Манавгате. Следующая у нас еще будет экскурсия в мечеть. Дальше это дегустация оливкового масла и вина, и последняя экскурсия по реке на лодочке с возможностью покупаться. Так что давайте посмотрим, и все будем поэтапно вам рассказывать, что, где мы видели, насколько это интересно, и стоит ли это своих денег. Погнали! Для начала давайте проясним ситуацию с пожарами. К большому счастью, в городе, где мы отдыхаем, а это Аланье, пожаров нет совсем. Но в соседнем Сиде и Манавгате действительно горит. Правда, самого огня мы не видели, а только дым, вертолеты, которые летают к морю за водой, и выгоревшие участки земли. Но давайте к экскурсии. Сиде – это античный город в Турции, который сейчас очень популярен у туристов. А в переводе название города означает гранат, который сейчас является его символом. Этот город был основан в 7 веке до нашей эры, в качестве греческой колонии на месте еще более древнего города. И именно здесь можно посетить самый большой в Турции римский театр, который сохранился до наших дней. Стоимость билета – 55 турецких лир или 5 евро на человека. Но можно взять билет за 8 евро и посетить еще и музей. Но мы пошли только в амфитеатр. Он вмещал более 20 тысяч зрителей в свое время. И я считаю, что это место, которое действительно стоит посетить, так как здесь ощущается, насколько древний этот город. Друзья, этому амфитератору более полутора тысячи лет. И когда здесь находишься, ты просто не веришь, что когда-то люди могли это все построить из какой-то техники. И это так круто здесь попасть совсем за небольшую цену. Кроме развалин в этом комплексе есть небольшой туристический городок, куча мелких магазинчиков. И рядышком возле первого же магазина вы найдете прозрачный пол. И если присмотреться, то вы увидите древнюю мозаику, которая сохранилась еще с 7 века. И рядышком также можете увидеть остановочку, к которой приезжает небольшой составчик с паровозиком. И он может вас подвезти назад к парковке. Стоимость такого удовольствия совершенно невелика. Всего лишь 3 турецкие лиры, то есть 30 евроцента. И действительно, если вы устали, и погода сейчас в Турции очень-очень жаркая, поэтому вы можете купить билетики, спокойно вас завезут обратно. Следующим пунктом нашей экскурсии был музей оливкового масла. И хочу вам сказать так. Это действительно было интересно. Нам провели небольшой экскурс. Рассказали о том, как правильно выбирать масло, и рассказали о том, как правильно его изготовлять. И также немного рассказали о вине. Но каждый турист это понимает, и мы это понимали, что нас сюда привезли специально для того, чтобы мы купили масло или вино. И поэтому, естественно, после музея у нас была дегустация этого масла. Масло давали оливковое, но не просто оливковое масло, а его смешивали с соком хлебного дерева и гранатным соком. И вот в таком виде давали его дегустировать. Этот напиток они хвалили очень. Я не пила, но мой муж пробовал и сказал, что в принципе по вкусу оно не такое уж плохое и ощущается только в кислинках граната. Далее мы перешли в следующий зал, и там мы увидели кучу разных вин. Эти вины не просто обычное вино, это вино, настоянное на разных фруктах. Мы пробовали 4 вида вина. Вина, дыневая, ежевичная, вишневая и гранатовая. Это вино достаточно вкусное, но вкус алкоголя мне неприятелен, он мне не нравится, поэтому я вино и вообще алкоголь не употребляю. Еще была дегустация сладостей. Как нам говорили, это все сладости ручной работы. Сладости свежие и очень вкусные. Следующим пунктом нашей экскурсии был водопад в Манавгате. Стоимость входа к этому водопаду всего лишь 7 турецких лир, то есть 70 евроцентов, но так как мы ехали экскурсией грубой, мы заход не платили. Водопад, если брать его отдельно и ехать специально ради него, не стоит внимания, но так как мы были экскурсией, то это достаточно интересное туристическое место. Водопад небольшой, и его выделяет разве что красивая бирюзовая вода. Следующим пунктом нашего экскурсии была прогулка на катере. Это был небольшой туристический катер, сделан фактически весь из дерева, и нас на этом катере покормили. И главное, что нас привезли на песчаную косу, которая плавлена между морем и рекой, и нам разрешили там покупаться. То есть, если при желании, можно было сначала искупаться, например, в соленой воде, а потом в пресной, или наоборот. И это было очень удивительно, что море и река находятся очень рядом друг от друга, буквально в 100 метрах. Но море было настолько теплое, настолько приятное, насколько же холодной и отталкивающей была река. При этом вода, что в море, что в реке, была очень красивая и прозрачная. И последнее, местом, куда мы прибыли, это была мечеть Манамгати. Я первый раз была в мечети. Приходь, девушкам выдали платочки и юбочки, так как все были в шортах и, естественно, не с покрытой головой. Сама мечеть, это не древнее здание, это молодое здание, построено совершенно недавно, но оно изнутри красиво расписано. И, действительно, опять же, если ехать ради одной мечети, она того не стоит. Но если все вместе, это достаточно интересное туристическое место. Тем более нас туда завели, рассказали все, рассказали про традиции ислама, о том, как мусульмане молятся, сколько раз в день молятся и так далее. Вот мы с вами сегодня пропутешествовали по всему Сиде, по Манамгату, посмотрели самые интересные достопримечательства, которые вы можете там найти. И стоит ли это своих денег? Я считаю, что да, 29 евро это не настолько уж дорого, но зависит от вас, нравится вам такое или не нравится. Но я, честно говоря, рекомендую это экскурсии. В следующем видео мы узнаем еще чуть-чуть больше о туристической Турции. Всем спасибо за просмотр и всем пока!